В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Более 20 килограммов опасных синтетических наркотиков изъяли наркополицейские в ходе спецоперации по задержанию организованной преступной группировки, которая около года торговала запрещенным зельем на территории Самары, Пензы и других городов страны. В ее состав входили 4 человека, студенты самарских вузов. Одному из них на момент задержания даже не исполнилось 18. Вы при чем что-либо при себе имеете? Ну, наркотики есть, по-моему. Какие? Точно не знаю. Откуда у вас эта коробка с наркотиками? Не, я говорю, брат ее дал, я понес. По-моему, надо ее было отвезти на почту и отправить кому-то. Именно посредством почты и транспортных перевозок на протяжении почти года четверо молодых людей отправляли синтетический концентрат для приготовления курительных смесей в разные регионы России. В ходе наблюдения за ОПГ за месяц оперативники изъяли 4 посылки с 9 килограммами наркотика. На территории Самары его передавали потребителям также бесконтактным способом путем закладок. Сначала они занимались просто закладками, тайниками. То есть создавали тайники, закладывали. Потом решили создать свою группу и заниматься самостоятельно. Взяли кредит в банке 2 миллиона. За месяц кредит у них, они его вернули. Доход от преступной деятельности пока не установлен. Известно, что расфасовывали наркотик на съемной квартире, на которую у студентов также хватало денег. Об опасности товара, которым торгуют юные наркодилеры, знали. Маска для чего вам? Ну, чтобы у нас не попадало. Ну, чтобы никакого эффекта отрицательного не было. То есть вызывает привыкание? Не знаю, ну что. Как бы самому это. В общей сложности у задержанных изъяли более 20 килограммов наркотиков. Его оптовая цена более 43 миллионов рублей. Сейчас трое из них находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Всем задержанным грозит длительный тюремный срок. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре мужчина застрелил жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Тела супругов обнаружили в ночь с 6 на 7 января в одной из квартир на улице Луначарского. В полицию обратились соседи. Они пояснили, что несколько дней назад в квартире убитых были слышны хлопки, похожие на выстрелы. По данному факту, Советским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, в ходе которой назначены студенты медицинские экспертизы. По предварительным данным, несколько дней до обнаружения тела супругов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел выстрел сначала в свою супругу, а впоследствии в себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самарском аэропорту Курумыч сотрудники таможни совместно с инспекторами ветеринарного и фитосанитарного надзора продолжают задерживать запрещенные к ввозу в Россию продукты питания. Напомним, с апреля 2012 года действуют временные ограничения на ввоз растительной и продукции животного происхождения в ручной кладе из стран СНГ. Ежемесячно контроль безопасности не проходят сотни килограммов продуктов так называемого домашнего производства – сыры, колбасы, мясо и орехи. Выявляются такие вредные организмы, как калифорнийская щитовка. Она очень опасна. Она может заразить растения более 200 видов. Также встречается персиковая плодожорка, красный клещ, который поражает растения. Он относится к категории опасных карантинных вредителей. По данным специалистов, завозить разрешается только продукцию, которая прошла глубокую переработку, в том числе термическую. Как, например, варенье или джем, а также товары в заводской вакуумной упаковке. В противном случае груз будет уничтожен или отправлен обратно, но уже за счет хозяина. Около сотни самарских полицейских отправились в очередную командировку в Чечню. Вдали от дома они проведут полгода. Для многих рабочая поездка далеко не первая. С 2001 года стражи порядка нашего региона совместно с чеченскими коллегами выполняют стоящие перед ними задачи по охране порядка в Северокавказском регионе. Среди них сотрудники уголовного розыска, следователи, дознаватели, эксперты-криминалисты, кинологи и работники кадровых подразделений. В состав отряда вошли наиболее самые подготовленные сотрудники. Все сотрудники прошли специальную подготовку, связанную со службой в особых условиях. Естественно, все прошли жесточающий медицинский психологический отбор. Основная задача нашего отряда будет состоять в охране общественного порядка, поддержание конституционного строя на территории Чеченской Республики. Борьба, естественно, с бандформированиями. Иногда в роли стражей порядка выступают обычные горожане. Отказать нельзя, помочь. Именно так поступили герои нашего следующего сюжета, не растерявшись в чрезвычайной ситуации в считанные секунды поставив знак препинания в нужном месте. В декабре прошлого года двое жителей Самары за несколько минут раскрыли преступление и задержали злоумышленника, который напал на беззащитную девушку. Теперь преступнику светит тюремный срок, а неравнодушным молодым людям награда. Подробности этой истории в нашем сюжете. Декабрь минувшего года. Один из домов на улице Александра Матросова в Самаре. Около полудня жительница дома Екатерины Пышкина возвращалась домой со своим двухлетним сыном. У подъезда стоял неизвестный мужчина, на которого девушка не обратила особого внимания. Неизвестный зашел за Екатериной в подъезд. Дальше события развивались стремительно и молниеносно. Выхватив сумку, злоумышленник бросился на утек. На крики Екатерины из соседней квартиры выскочил сосед, 19-летний Сергей Шорскин. Молодой человек бросился за обидчиком. По дороге к нему присоединился знакомый. Молодые люди пробежали несколько дворов и потеряли след преступника. И потом решили по подъездам пройтись. В один, во второй зашли. Ну вот потом в одном из подъездов мы его обнаружили. Руки начали ему связывать, заламывать. Ну и он начал вырываться, маленько кулаками помахал. Ну мы его успокоили. Он вел себя. Ну сначала агрессивно пытался вырваться. Говорит, не сдавайте в полицию меня. Мы говорим, ну как же так тебя не сдать. Я говорю, вечером опять пойдешь кого-нибудь грабанешь. По данным правоохранителей, грабителем оказался 38-летний неоднократно судимый житель Самары. Освободился в последний раз из мест лишения свободы 3 декабря 2013 года. Соответственно, на момент совершения он нигде не работал, на путь исправления не стал. Также он состоял в наркологической диспансере, как лицо употребляющего наркотические средства. Соответственно, ему необходимы были денежные средства для личного нужд. Уголовное дело о грабеже сейчас передано в суд. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Похищенные вещи вернули законные владелицы. А двум простым парням из Самары Сергею Шорскину и Василию Игнатьеву вручили ценные подарки и благодарности от начальника областной полиции. Преступник задержан, а Екатерина теперь уверена, в трудной ситуации обязательно найдется человек, способный помочь. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова